Сдача норм ГТО традиционно начинается с регистрации. Необходимо записать всех, кто готов показать свои спортивные навыки и раздать каждому листы для записи результатов. Организаторы единого дня ГТО пригласили всех желающих и откликнулись не только учебные и муниципальные учреждения, но и рядовые граждане и коммерческие структуры. Мы собрались вместе с коллегами, решили сдать нормативы. Давно уже каждый хотел по отдельности, но по отдельности не получается. Командный дух всегда лучше. Центр тестирования ГТО работает на территории Ленинского района более двух лет. За это время проведено немало тестов. И сегодня подготовили 65 значков для тех, кто проявил себя наилучшим образом в прошлом году. Эта процедура достаточно долгая, поэтому те, кто до декабря, до конца декабря 2017 года успели сдать свои нормативы, те люди и будут получать эти значки. Началось мероприятие с торжественного построения и награждения по итогам тестирования в прошлом году. Значки вручаются разного достоинства, как в соревнованиях – бронзовый, серебряный или золотой. Позже награжденные признавались, ради получения заветного значка пришлось попотеть. Легче всего стрельба. Все остальное уже тяжко в этом возрасте. Я получила золотой значок, и мне сдавать было несложно, потому что я фигуристка. Семь лет уже занимаюсь. Сложнее всего мне было сдавать бег. Я не очень выносливый человек. После награждения началось тестирование тех, кто пришел сегодня во дворец спорта «Видное». Им необходимо сдать нормы по пяти дисциплинам. Для многих это мероприятие – привычное дело, которое посещают всей семьей. Все время сдаем, каждый год. А впервые в своей жизни когда сдавали? Ой, лет сорок назад, еще в Союзе. А это вот сын Константин Гордеев. А дочка учится в институте физкультуры. Сейчас она не может. Но у нее тоже есть ГДО. Судям приходится нелегко. Более 130 человек пришли сегодня, чтобы пройти тестирование. Тем не менее, они не только тщательно записывают полученные результаты, но и советом готовы помочь. Спину разминял? Не разминял. Может быть разомнешь немножко спинку? Потом подойдешь. Хорошо, давай. Сдача норм ГТО полезна не только для здоровья, но и для будущей карьеры. Дополнительный балл при поступлении в высшие учебные заведения получают те, кто прошел успешное тестирование. Так что молодым людям есть к чему стремиться. Я довольна. Молодцы, наверное, пришли подготовленными. Заранее была информация. Молодцы, стараются. Наши подрастающие поколения немножечко не умеют глуться. А так, в принципе, стараются. Ну, нужно размяться перед этим, подготовиться. Просто так не подойдешь, не нагнешься. Единый день ГТО проводится в Московской области уже 4 года подряд. Всего в Подмосковье открыто 70 центров тестирования. Сдать нормативы может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.